Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Главораж республиканской больницы как главный отрицательный герой недели. Врачи требуют его отставки, а у следственных органов есть к нему вопросы. Сам Дмитрий Лялин отрицает все обвинения в свой адрес. Из-за базы снова идет концентрат. Большая часть горняков вышла на работу и уже выдает на гора тысячи тонн руды. 120 тысяч рублей за потерю органа. Жительница Абакана дошла до Верховного суда, но добилась от перевозчика компенсации морального вреда. Бесценные рукописи хакасских сказаний собраны в фондах Хакнияли, что мешает сделать их достоянием общественности. Об этом мы поговорили с директором института Валентиной Тугужековой. В музыкальной школе Абакана невиданный наплыв учеников. Будущих музыкантов решили брать с двух лет. Скандал в республиканской больнице. Коллектив требует отставки главного врача Дмитрия Лялина. Медики выразили недоверие руководителю, однако Минздрав Хакасии не спешит к ним прислушиваться. В четверг медработники приняли петицию, в которой выразили недоверие главврачу. По их мнению, за два года, что Лялин возглавляет резбольницу, финансовое положение учреждения сильно пошатнулось. Страсти подогреты и тем, что накануне в интернете появился компромат на Лялина. Якобы он пятый год находится в федеральном розыске из-за превышения должностных полномочий по прежнему месту работы. Сам главврач, однако, отрицает все обвинения. Дмитрий Лялин не пояснил, что ждет теперь медработников, выступивших за его увольнение. Ну а в Минздраве, судя по всему, решили проигнорировать обращение врачей. На днях контракт с руководителем республиканской больницы продлен. Он будет работать, с ним заключен, продлен контракт, поэтому надо просто выстроить систему. Как-то получилось, что он ходит в федеральном розыске, а он работает? Это же в четырех лет, да. Ну, я думаю, это вопрос не к нам, а все-таки к правоохранительным органам. Вы не совсем... Вы же проверяли, когда вы его принимали на работу как-то... Ну, видимо, таких сведений не было выявлено на тот момент. А вот в другом коллективе волнения улеглись. Практически 90% работников Рудника в Абазе вышли на работу. Предприятие было запущено под давлением протестных акций горняков, которые требовали от руководства определенности в вопросе перспектив предприятия. Рудник не только запущен в работу. На этой неделе Виктор Зимин озвучил, как правительство намерено спасать Абазу и вершину Тёи, которые вслед за горняками оказались в финансовой яме. Спуск на несколько сотен метров. И вот 95-й горизонт. Один из трех, где идет выработка руды. Во время простоя вентиляция и прочие системы поддерживались в рабочем режиме. Поэтому запуск Рудника прошел достаточно оперативно. Из 800 с лишним горняков дома осталось 70 человек, так как их участки еще не введены в строй. Остальные работают как прежде, добывают и отгружают руду. Ежедневно на Абагурскую и Мундебарскую фабрики в Кемеровской области уходит более 3000 тонн концентрата. Я вышла с удовольствием, потому что мне нужен вот этот лькотный стаж, именно чтобы выработать его. Но я думаю, что и люди все рады, потому что шахта заработала. Коллектив настроен работать, работать и еще раз работать. В общем-то ушло из коллектива у нас. Пять человек уехали на север, на вахту. То есть не выдержали остальные. Никто больше уезжать не хочет. Вот оно, главное полезное ископаемое – базы и вершины Тёи. Сырье дорогое для горняков, но не для покупателя. А после продолжительного падения цен, руда немного подорожала в сентябре на 70 рублей. Но этого совершенно недостаточно для стабильной работы предприятия. Стоимость руды до сих пор остается камнем преткновения в судьбе рудников. Единственный покупатель сырья – холдинг «Евраз» в мае настолько снизил закупочные цены, что стало выгоднее отправить горняков в простое, чем добывать сырье. Правительство пытается через федеральные власти воздействовать на «Евраз», но пока безуспешно. Единственное, на что пошел холдинг – это сокращение сроков оплаты за поставленное сырье с 30 дней до 15. В этой ситуации рабочим обещают выплачивать заработанное без задержек. Сегодня много очень проблем с проплатами, с энергетиками, с горноспасателем. Они же как ком накатываются за период на стоя. Он накатился, и сегодня, чтобы разгрести это, и воля нужна, и деньги нужны. Но сегодня мы работаем по отгрузке концентрата на вышеперечисленные активы «Евраз», «Руды», «Руды Хакасия». Мы производим в полном объеме. То есть первые полмесяца будет тяжело, скажем так. Я думаю, что зарплата, текущая зарплата этого миссияния, думаю, что будут какие-то проблемы. Между тем, «Руды» в Абазе хватит еще на 60 лет полноценной выработки. Месторождение богатейшее, ведь добывать ископаемое здесь начали еще до революции. В 21 веке власти намерены покончить с зависимостью города от градообразующего предприятия. На последнем заседании правительства Виктор Зимин заявил, Абаза и вершина Тёи должны попасть в список монопрофильных территорий, чтобы получать помощь с федерального бюджета на развитие других производств. Перевести их в первую группу. Что такое первая группа, коллеги? Ну, там, где уже сегодня будут выделяться деньги, чтобы мы могли отдельной программой, не завися от того, какое будет состояние на «Рудниках», ввести еще и территорию опережающего, схему территорию опережающего развития. Первый шаг уже сделан. На прошлой неделе в Хакасии побывали представители федерального правительства, которые воочию убедились в бедственном положении монопрофильных территорий. Теперь республиканским властям предстоит большая работа по оформлению заявки на включение Абазы и вершины Тёи в желанный список. Ожидается, что это произойдет до конца года. Браконьеры из Сирии, пойманные на территории заповедника Хакаски, отделались штрафами по 4 и 5 тысяч рублей. Напомню, иностранцев поймали возле озера Улух-Коль в Сабаканском районе и охотились они на краснокнижных соколов. Это уже не первый случай, когда арабские охотники едут в Хакасию за ценными птицами. Однако закон не предусматривает для них уголовной ответственности. Петли для соколов, голуби, шапочки для соколов, когда будут пойманы сокола. Вот по этим атрибутам знающий человек вмиг определит охотника на сокола. Внедорожник, за рулем которого находился сириец Али, сотрудники Хакасского заповедника настигли на границе угодий. Мужчина пытался скрыться. В районе озера Улух-Коль оперативники за ним следили несколько дней. Впрочем, злоумышленник поймать балабана не успел. Прямо на месте в Камызякской степи инспекторы оформляют нарушителя. Али даже без переводчика понимает, легко отделался. Мужчине грозит административный штраф в несколько тысяч рублей за то, что незаконно пересек границу заповедника. Сотрудники оперативного отдела, а также отдел охраны заповедника постоянно проводят рейды по выявлению. В прошлом году также были задержаны непосредственно соколами граждане Сирии. Ну, дальше от того, что мы их задерживаем, ничего не идёт. За всё время нашей Российской Федерации ни один сириец не был привлечён к уголовной ответственности. Почему? Можно только догадываться. Сегодня Хакасия для браконьеров настоящий соколинный клондайк. По сути, в стране птицы больше не осталось. Инспекторы заповедника Хакаски бьют тревогу. Такими темпами пернатый охотник, который давно превратился в добычу, скоро вообще исчезнет. Скоро мы просто придём к тому, что если серьёзных мер сейчас не будем принимать, мы придём к тому, что сокола мы здесь скоро не увидим. Это буквально год, два, три и всё. В стране заповедника практически в степи, в небольшой лесополосе, инспекторы показали нам такое вот место. Настоящий браконьерский схрон. Здесь злоумышленники хранят пойманных птиц, привязывая их к кирпичам. Ну, а вот эта вот сетка рабица служит защитой от нападения лис. Так вот, когда набирается определённая партия, злоумышленники приходят за ними, и тогда начинается следующий этап – переправка драгоценного товара за границу. Я не могу говорить о какой-то коррупции, поскольку нужно подтверждение, что касается коррупции в этой области. Ну, раз арабы вполне спокойно чувствуют себя на нашей территории, ну, можно предположить, что может быть что-то такое и есть, да. Что мешает? Не знаю, что мешает. Видимо, у различных иных органов. Ну, конечно, много иных задач. Практически во время этого интервью нам сообщают. Группа оперативников в районе озера Улук-Коль заметила подозрительный автомобиль. Едем на место. Что там по этой девятке, которую преследуют? Задержали, нет? Развервали на территории, соответственно. Два мужчины. Один из них гражданин Сирии, второй Азербайджана. В машине, на первый взгляд, ничего подозрительного. Скорее всего, это подельники того самого Али. Ясности в том, что они делают на заповедной территории, больше не становится, даже после общения. В Седогорске. Это вы оттуда сюда за жеребенком приехали? Да, у меня ферма просто за Черногорске, девятый поселок, он там находится. А просто приехал, ну, искать. Так это 80 километров. Все равно, они, видишь, они могут вот сто за сто километров ходить. Все это, очевидно, подготовленная легенда. Но откуда вот так обычный фермер может знать, сколько стоит краснокнижный сокол на черном рынке? Я слышал, кто пять тысяч говорят, то есть баксов, кто три, кто тысячи, там, ну, по-разному, может, я не знаю, это же, они сами точно знают, сколько. После составления протокола этих мужчин отпустят. Ареал обитания Балабана в Хакасии не только территория заповедника, но так вот бескомпромиссно, и его сотрудники могут работать только в границах. Вообще же, отлавливать браконьеров – задача целого ряда ведомств. Видимо, для каких-то это не является приоритетом. Каковы же масштабы происходящего, если всех этих нарушителей нам удалось заснять всего за пару часов? Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Проехать в маршрутке и лишиться одного из органов – это пришлось пережить жительница Абакана Дарьи Блиновой. Автобус, в котором ехала девушка, по вине водителя перевернулся. В результате пострадавшая получила серьезную травму. Но наказание за случившееся понес не только виновник аварии, но и его работодатель, которого суд обязал выплатить девушке компенсацию за моральный ущерб. Я сидела, получается, в салоне второй ряд, то есть водитель вместо спиной к водителю, и сидела здесь я. Я была пристегнутая. На момент аварии нас началась сильно крутить, я ударилась носом о коленку, из-за чего я его разбила. 18 октября прошлого года навсегда изменила жизнь Дарьи Блиновой. В этот день она возвращалась из Сорска-Вабакан. Возле Пригорска «Газель» перевернулась и улетела в кювет. Дарья не сразу поняла всю серьезность полученных травм. Кресла в автобусе были плохо закреплены, и одной из них во время ДТП прилетела девушке в живот. Уже в больнице врачи определили – селезенка повреждена, и ее нужно удалить. Казалось бы, орган незначительный, однако спустя год Дарья все больше ощущает последствия операции. Я не могу таскать тяжести, я не могу заниматься спортом, потому что мне тянет. Я не знаю, смогу ли я еще родить, потому что мне резали яичники, и как бы у меня огромный шов на весь живот. Я не могу нормально питаться, я постоянно сижу на диетах, я постоянно пью какие-то таблетки, мне постоянно нужны какие-то витамины. Это, опять же, все финансово, ну, что, не дешевые все эти витамины, все эти препараты, которые мне нужны. Я не могу спокойно поиграть с ребенком, потому что тоже девочка крупненькая, как бы, довольная. Я не могу там либо подкидывать еще что-то. То есть, как бы, урон здоровью, хоть и незначительный орган, но урон здоровью достаточно крупный. Все пассажиры были застрахованы, и Дарья за полученную травму получила выплату от страховой компании. Вместе с тем она подала в суд на перевозчика, который, по мнению девушки, должен наравне с водителем нести ответственность за случившееся. Ведь «Газель» вышла в рейс на нешипованной резине, хотя уже было холодно и шел снег. Полмиллиона рублей – такую компенсацию морального ущерба потребовала пострадавшая. Каждый адвокат знает, что в наших судах негласно есть определенная такса по данным искам. Однако снижать требования представитель интересов Дарьи не стал. «Мы реально понимали о том, что сумму 500 тысяч реально, конечно, никто не взыщет, потому что она является очень значительной для большей части жителей нашей страны. Но, тем не менее, скажем так, просили, исходя из того, что человек все-таки на таком молодом возрасте получил значительные тяжкие вреды здоровью». Первая инстанция постановила выплатить Дарье всего 60 тысяч рублей. Не согласившись с этим, пострадавшая дошла до Верховного суда, и уже он решил удвоить первоначальную сумму. То есть перевозчик должен девушке 120 тысяч рублей. Пройдя через все это, я поняла, что в первую очередь нужно самим осматривать маршрутные «Газели», например, если человек куда-то собирается ехать, проверять обязательно наличие страховки у этого предпринимателя. И в случае чего-либо не надо бояться вот этих судебных всех издержек. Это ничего страшного. Если там некоторые люди думают, что их там будут таскать целыми днями, то нет, это не так уж и долго, не так уж и мучительно. То есть нужно как-то заботиться. Но после этого я теперь боюсь ездить вообще на каких-либо маршрутных «Газеля». Водитель маршрутки попал под уголовное дело и был приговорен к 8 месяцам ограничения свободы. Однако эта история и о том, что за безопасность пассажиров обязан отвечать не только водитель, но и его работодатель, который первым делом должен быть заинтересован в отсутствии всяких эксцессов. Марина Конодакова, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, События недели. Как усилить экстренные службы? Об этом задумались парламентарии, оценивая последствия массовых пожаров 12 апреля. На президиуме они рассмотрели соответствующий законопроект. Эти и другие новости о работе Верховного Совета расскажет Константин Кравцов. Процесс ликвидации и последствий от апрельских пожаров остается одной из главных тем республиканского парламента. На минувшем собрании президиума Владимир Штыгашев отметил, по республике стройка практически закончена. Однако не секрет, что в отдельных районах есть отставания по срокам. Например, Бейский и Ширинский. К 1 октября все должно быть готово. Проконтролировать это в том числе задача парламента Хакасии. Контролирует стройплощадки и лично президент России. На прошлой неделе в пострадавшее и восстановленное после пожара село Краснополе прибыл Владимир Путин. Я думаю, что в целом президент Российской Федерации, который у нас был здесь пятницу вечером, правда дождь был, в целом он принял доклад Виктора Михайловича, то, что он там. Он знает, тут же информация, кроме доклада главы, там еще 150 человек докладывает, чтобы вы знали. Там не обманешь. Огненная стихия, испытавшая республику весной, в очередной раз показала несовершенство системы, профилактики, ликвидации ЧАЭС. Депутаты на президиуме одобрили законопроект, предусматривающий упорядочение в экстренных структурах. Эта тема включена в план предстоящей сессии парламента. Проектом закона предлагается, в соответствии с федеральным законодательством, определить понятие органов управления единой российской системой предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации. Принятие проекта закона позволит в большей степени урегулировать общественные отношения, связанные с обеспечением защиты населения республики Какасия чрезвычайной ситуации природной техногенного характера. Особую роль в системе гражданской обороны играют единые дежурно-диспетчерские службы. Структура, по сути, управляет звеньями системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Будь то скорая помощь, пожарные, полиция, ЖКХ – список довольно емкий. По мнению Владимира Штыгашева, в этой системе в первую очередь следует навести порядок. Там должны, ну, приравненные к воинской службе или гражданской службе люди. Там же у нас там женщины с детьми там и всякие там дежурили-то. Они компетентные, организованные, но вот сейчас, вроде бы, требования возрастут другие, да, там надо как бы почти с погонами там людей посадят. Ну, по крайней мере, посмотрим, будем совершенствовать вместе со страной мы эту службу. Не менее важный социальный проект представил Госкомитет занятости населения. Данный документ устанавливает обязанность работодателей создавать резервные рабочие места для инвалидов по наиболее подходящим для трудоустройства профессиям. Суть дополнения заключается в уточнении условий исчисления квоты в организации, имеющих обособленное подразделение в виде филиала. Кроме того, обозначены обязанности работодателей по резервированию рабочих мест по профессии наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов. Кроме того, в проекте закона прописывается требование к работодателям оборудовать специальные рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо будет учесть индивидуальные возможности инвалидов при организации их труда. Это касается дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями рабочих мест, установки вспомогательного оборудования для этой категории граждан. На 2015 год у нас 625 работодателей получили задание на 1238 рабочих мест. Так, если с точки зрения арифметики, то вроде по два человека на одного работодателя. Но один работодатель имеет коллектив 200 человек, а другой имеет 5 человек. Да, к примеру, разные там коллективы. Поэтому мне кажется, что в принципе вот эти внесения и изменения как раз направлены на улучшение. И самое главное, главная цель – максимальное трудоустройство этой категории граждан. Закон о проектах о квотировании рабочих мест для инвалидов, скорее всего, будет обсуждаться на ближайшей сессии Верховного Совета в конце месяца. В целом же после каникул работы парламенту хватает с лихвой в планах разработка 22 законопроектов. В частности, усовершенствование закона природоохраны, больной для многих сельчан вопрос о порядке выпаса скота, также необходимо рассмотреть проект республиканского бюджета на следующий год и скорректировать действующий. В эфире «Вести Хакасия» – события недели, и мы продолжаем. На следующей неделе в Трошкино будет праздноваться юбилей самого известного жителя села – Семена Прокопьевича Кадышева. Он всегда исполнял героический эпос, но вся Хакасия узнала о нем в конце 40-х годов прошлого века благодаря исследователям Хакнияли. Именно они успели записать сказания Хайджи. Но многие рукописи до сих пор неизвестны широкому читателю. Об этом мы поговорили с директором института Валентиной Тугужековой. Валентина Николаевна, рядом с вами сейчас бесценные рукописи. Все это наследие Семена Прокопьевича Кадышева. Вот расскажите, пожалуйста, что хранится в фондах нашего Хакнияли? В прошлом году наш институт отметил 70-летие. С момента образования в 1944 году был создан наш институт. И уже с 1945 года были созданы комплексные экспедиции по сбору, конечно, устоводородного творчества хакасского народа. С конца 50-х до конца 60-х годов, еще при жизни Семена Прокопьевича Кадышева, записывались наиболее известные его героические сказания. Ну, вообще считается, что где-то свыше 30 героических сказаний знал Семен Прокопьевич Кадышев. По состоянию нашего рукописного фонда у нас практически все героические сказания его записаны. Мы издали к юбилею Семена Прокопьевича вот такой указатель библиографический, где отметили как изданные его сказания, так и не изданные в целом фольклорные произведения. Вот не издано где-то еще 26 его наименований произведений, которые он когда-то начитывал нашим научным сотрудникам. Как это бесценное наследие сделать достоянием общественности? Какая работа ведется вашими специалистами? Конечно, это вот такое бесценное, можно сказать, сокровище, которое мы бережем в фондах нашего института. И мы приглашаем исследователей. Эти исследования, наверное, будут доступны прежде всего для тех, кто знает язык. А у нас переводов на русский язык не всех его героических сказаний. Я думаю, что это перспектива, над которой необходимо работать. Конечно, когда мы говорим о нашем устном народном творчестве, о сохранности того, что находится в наших фондах, главная проблема – это проблема нехватка исследователей по данной проблеме. Потому что фольклор исследуют прежде всего носители языка, те, кто хорошо знает тонкости хакасского языка. И поэтому с каждым годом нам сложнее становится привлекать молодежь. Молодежь для того, чтобы исследовали, прежде всего, конечно, наше богатейшее фольклорное наследие. Насколько сейчас актуально изучение феномена хайджи? Вы знаете, что в Туве создан целый институт, который занимается изучением горлового пения в Туве. И Тува готовит именно этот феномен войти под эгиду ЮНЕСКО. К сожалению, у нас интерес к горловому пению и интерес к личности хайджи, он, да, наверное, был сформирован в научном мире где-то в 1950-е годы прошлого столетия. И сейчас в связи с тем, что появляются новые работы, связанные с феноменом как шаманов и с феноменом хайджи. То есть есть такая точка зрения, что хайджи в какой-то степени обладал и феноменальными знаниями, которые свойственны современным шаманам и шаманам древности. Для науки это, конечно, феноменальное явление в жизни, прежде всего, хакасского народа. Потому что образ хайджи, он в философском плане тоже не изучен, образ хайджи. Кто он хайджи был? Кто он такой хайджи? То есть это, конечно, человек, одаренный, прежде всего, человек, человек, который в какой-то степени и был, можно сказать, что предсказатель будущего, не только он знал древние корни нашего народа. Откуда была эта память? Значит, эта память была какая-то генетическая, которая из уста в уста передавалась определенным поколениям. С другой стороны, ведь там зачастую они были и, можно сказать, что в какой-то степени проявляли и предвидение будущего. И я хочу сказать, что в этом плане, конечно, не образ Семена Прокопича Кадышева. Вот с той глубины, которая требует современное время, оно не исследовано. Вот большая возможность для молодых исследователей вот изучить именно феномен хайджи. Кто он хайджи? В музыкальной школе Абакана настоящий ажиотаж. В этом году конкурс составил два человека на место. Причем родители желают приобщить детей к прекрасному как можно раньше. Педагоги пошли навстречу и набрали несколько групп двухлетних малышей. Возможно, это руки будущего великого барабанщика. Хотя в два года еще сложно сказать наверняка. Тем более, что педагоги уверяют, абсолютно все дети обладают творческим потенциалом. Неважно, девочка или мальчик. Главное – дать толчок к развитию. На эксперимент абаканские педагоги пошли в прошлом году. Результат, а главное – отклик у родителей малышей превзошел все ожидания. Это действительно уникально. Мы первые в Хакасии начали работать с 4-5-6 лет. И вот второй год мы занимаемся с двухлетними ребятишками. Ни один не потерялся. Они все пришли на следующий год, и они все хотят заниматься. Все – это без малого 130 учеников. Не отказывают и тем, кто появился в течение учебного года. Педагог Татьяна Яковлевна несколько лет назад переехала из Красноярска. Вместе с собой привезла и уникальную методику. Мы здесь уже потихоньку проходим нотки, потихоньку стучим уже не просто так, а ритмы стараемся стучать. Уже мы делаем шумовые какие-то инсценировочки. Есть звездочки, которые могут там сольно что-то показать. Звездочки для родителей, конечно, все дети. А после занятий даже самого стеснительного ребенка просто не узнать. Мы первый год, когда ходили, мы, наверное, месяца два вообще просто сидели на стульчике и смотрели вот с такими глазами. А сейчас мы уже активно работаем, прям поем, пляшем и дома целые концерты устраиваем для родственников. Понятно, что не все малыши в дальнейшем станут музыкантами. Занятия полезны прежде всего для общего духовного развития. А уж с такой подготовкой перейти в полноценную музыкальную школу труда не составит. Если, конечно, будут места. В этом году в первый класс смогли принять лишь 80 детей, а желающих было в два раза больше. Всего же в школе занимается полтысячи учеников. Взять еще просто не могут. Специфика музыкалки – индивидуальные занятия. И сегодня, как рассказывает учителя, не стоит вопрос, куда вы хотите. Родители уже не выбирают фортепиано или гитара. Хоть куда, лишь бы попасть. Ситуацию сможет исправить только строительство в городе новых школ искусств. И не только музыкальных. В Абакане, к примеру, до сих пор нет ни одной хореографической школы. А учитывая темп роста микрорайонов в столице, конкурс «Два человека на место» – это еще цветочки. С доступностью можно будет рассчитывать и на высокие результаты. Лучший показатель школы – это успешность ее учеников. Первой здесь есть чем гордиться. Ее выпускники – лауреаты международных конкурсов и солисты оркестров ведущих театров страны. Среди них – Анна Комарова. Она, кстати, наглядный пример успешности раннего развития. Инструмент взяла в руки в три года. А сегодня она играет в оркестре Мариинского театра Санкт-Петербурга. Конкурс туда был 10 человек на место. С гастролями побывала во многих зарубежных странах. В плотном графике нашла время, чтобы с сольным концертом выступить на сцене республиканской филармонии. Сколько себе помню, у меня день начинался в музыкальной школе и заканчивался в музыкальной школе. В России уровень начального музыкального образования несравнимо выше, чем в Европе. Это признано во всем мире, потому что начальное образование в России есть школы муниципальные, которые дают базу. В Абакане баня мылча переходит в частные руки. Городу стало невыгодно ее содержать, поэтому в ближайшие 10 лет управлять объектом будет предприниматель. Что это означает, пытались выяснить наши корреспонденты. Одна из старейших баня Абакана дорабатывает последние дни в качестве муниципального учреждения. На прошлой неделе состоялись торги, по итогам которых мылча от муниципального предприятия «Айра» переходит в аренду предпринимателю. Причем назначение здания по контракту должно остаться прежним. Таким образом, город будет управлять лишь одной баней, все остальные переданы в частные руки. У муниципального предприятия «Айра» заметно ухудшились финансовые показатели деятельности в связи с сокращением объема услуг. В настоящее время у МУП «Айра» осталась одна муниципальная баня по улице Кирова, 20. Часть работников бани сокращена, часть переведена в «Айру». Новость быстро разнеслась среди любителей мылчи. За долгие годы здесь сложился своего рода кружок поклонников бани, которые не признают городской душ и считают парную лучшим лекарством для организма. Теперь они переживают, останется ли мылча для них доступным удовольствием, как сейчас. К этой бане привыкли, привыкли к обслуживающему персоналу. Все очень нравится. В баньке всегда чисто, аккуратно. Непонятно, зачем это делается. Видимо, единственная цель – повысить цену услуги. Но это для пенсионеров, конечно, нерадостная весть. А так куда ходить? Придется в центральное туда. А здесь по-другому будет. Сейчас посещение бани стоит 210 рублей, для пенсионеров – 165. Новый арендатор мылчи, предприниматель Юлия Беляева от любых комментариев категорически отказалась. Так что какой будет ее ценовая политика, станет известно лишь спустя время. В старом режиме бани осталось работать три дня, до 16 сентября. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия, События недели. Сегодня единый день голосования. В нашей республике жители Черногорска, Усть-Абакана и других сел выбирают себе новую власть. О результатах выборов смотрите в выпусках Вестей. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова